Велосипедисты из Польши прибыли в Якутию, чтобы установить мировой рекорд. С экстремалами встретился Юрий Осипов. Три, два, один, старт! 48 часов на велосипеде в условиях экстремально низких температур. Именно это задумал велер из Польши Валериан Романовский со своей командой. Для этого они специально отправились в Эмикон, известный как полюс холода. Я уже ездил 48 часов и знаю, как организм себя ведет в длительном соперничестве с самим собой. Но я никогда не пробовал ездить зимой в таких условиях. Реализация такого проекта невозможна без слаженной работы команды. Так и у Валериана была своя группа поддержки. Один из них – Вовжинец Куц. На его плечах была координация всего проекта. Несколько месяцев тому назад готовили не только место, много информации о регионе, о погоде, температурах. Готовили нашу технику, великую. На счету Валериана уже несколько рекордов Гиннеса. Два из них – за непрерывную езду на велосипеде по бездорожью при температуре свыше 30 градусов в течение 24 и 48 часов. Но даже при такой подготовке эксперимент оказался непростым. И после 24 часов практически уже не имел сил. Оказалось, что все силы, энергии использовал я в течение одной сутки. И надо было найти какие-то внутренние силы, чтобы ехать еще дальше, еще одни сутки. Но нам удалось. В установлении рекорда также принимала участие якутянка. Наравне с участниками проекта она помогала Валериану пройти через это испытание. Моменты трудные, да. Очень много трудных, особенно ночью. Когда очень низкие температуры, и у тебя появляется мысль о том, что ты не сможешь сделать это, или у тебя не получится. Нужно справиться с этим страхом, преодолеть его. Участники проекта подготовили материалы для регистрации рекорда. Они собираются передать их в комиссию по возвращении на родину. По словам самих экстремалов, это не последний их проект, связанный с Россией и Якутией в частности. Более того, они называют это направление своей главной целью. Юрий Осипов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.